Вот вам хороший пример. Для того, чтобы нормально выучить язык, мы только что закончили с нашим методистом и продюсером Сергеем Алексеевичем. Закончили, слава Богу, произведение, идеальное произведение, самый идеальный курс на данный момент по методу шествия. Рассортировывающий информацию и создающий безупречный речевой процессор. Не воспринимайте, если вы, например, из Молдавии, с Украины, Казахстана, не воспринимайте это как попытку учить вас на русском языке, английском. Нет, воспринимайте это как изучение двух абсолютно разных, не тех, к которым вы привыкли, видов языка. Два иностранных языка. То есть таким же успехом это мог бы быть английский и немецкий, английский и тайский, английский и суахили. Не важно, просто если мы даем мозгу образец правильного прочтения, правильной работы с информацией, создаем новое поле, новую базу для того, чтобы он перестал маразматировать, произнесение ни своим голосом, ни своей манере, ни своей тональности, ни своей тональности абсолютно не так. Это воспринимается, вот эта информация записывается мозгом. Свой голос надоедает. И чем дальше, тем больше. Те, кто не продолжает заниматься своим голосом, с возрастом говорят все меньше и меньше. И думают тоже меньше и меньше. То есть деградируют. Все очень просто. Дама с собачкой. Это курс очень интересный. Тем, что в нем прорабатывается и микро, и по фразово, и по предложениям, и по абзацам, и по страницам, и в обе стороны. То есть он полностью переделывает и улучшает двумя абсолютно разными способами, разными способами улучшает работу мозга. То есть учит учиться и учит разговаривать так, чтобы окружающие тебя нормально воспринимали. И многим людям это как в том же Бруклине, просто обычный район Нью-Йорка, где живут простые люди, по большей части. Так вот там бывает, что в Старбакс, в какую-то кафешку, заходят люди из высшего цвета, которые ведут себя особым образом и разговаривают так, как я учу. Все замирают, это другой тип людей, это как будто инопланетяне. Они разговаривают медленно, каждое слово правильно произносят, речь красивая, замедленная, но замедленная правильная. Просто человек не может замедлить речь. У него получается ерунда. Он говорит, но если он поет, обручальное кольцо, непростое украшение. Он, конечно, говорит так, обручальное кольцо, непростое украшение. Если попросить его спеть песню Градского, Добронравова и Пахмутовой, он споет ее так. Первый тайм, мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять. Это вот так разговаривает типичный человек. То есть не обольщайтесь. Надеяться, что это кому-то может понравиться, мягко говоря, смешно. То есть, или, например, каждый звук и каждое слово должно быть отработано. А как это отработать? А это можно отработать только одним образом. Если я покажу это на микрофонемах. На микрофонемах никто обучать не в состоянии. То есть на мельчайших кусочках, кусочках, на мельчайших кусочках текста. Как показывается, как они склеиваются один с другим. Как они склеиваются друг с другом. Друг с другом. Друг с другом. А не друг с другом. С нормальным звончением и оглушением. Если взять, как вот наши бы пели. Joyful. Это вот такой английский учат. Все русскоязычные. И все им потакают. Все преподаватели потакают. Что видят, что тебе будут платить вечно. Они будут вечно ходить за преподавателем, преподавателю. До них не дойдет через 20 лет пребывания в Америке. Что они изгои. На сяльника зарплата монет, работа монет. За бархан живет шархан. И так далее. Дойдет, что кто они такие. И они начнут. Они пойдут искать курсы по технике речи. Но в родном языке. Это ни до кого не доходит. Людям сказали, у вас есть диплом школы и вуза. Вы уже молодец. Это и есть госполитика. Это обман. Это глухой, абсолютный, кошмарный обман. Это вранье. Человек социально адаптирован только в собственных мечтах. Он не социадаптирован. Когда лежит в ванной, лежит, наслаждается теплой водичкой. Простой турок. И мечтает о том, что он станет премьер-министром. В это поверить может только он сам. Пока он не поставит себе убедительную, устную, письменную речь, он не сможет попасть даже в помощники депутата. А не то, что в примерных. История о том, что всякие безграмотные личности могут попасть куда угодно и, естественно, поддерживаются капиталистами, то есть правящими классами. Я специалист по капитализму. Моя первая лекция, 20 лет, на 500 пенсионеров. Это сущность американского империализма. Двухчасовая лекция. Пенсионеры слушали и не расходились. И не возражали. Самое интересное. Но не с первого раза. То есть сначала, пока я не начал импровизировать, пока я читал, пока я пытался им давать газетный материал, как будто делал политинформацию, конечно, люди возмущались. Говорят, да мы это и так знаем. Когда я начал делать обобщение, обобщение оказалось настолько странными, необычными и правильными, что людям понравилось. Если бы я на тот момент говорил гораздо лучше, чем это у меня было, я добился бы гораздо большего успеха, гораздо быстрее. Но зачем ждать всю или половину жизни, для того, чтобы когда-то до тебя дошло, до осознал, что если ты не начнешь выходить, улучшать свою речь и выходить за пределы своих голосовых характеристик, наберите в интернете простые слова, 7 основных голосовых характеристик, чтобы вы просто знали, что это такое. Так вот, эти характеристики меняют, модифицируют и улучшают любой из моих курсов. Но чем новее курс, тем больше в нем разбора. Я пытаюсь избегать разбора на полной микрофонемке. Ну, например, покажу вам. Например, слово лекарство, да? Разбирается так. На микрофонемке также нужно учить детей. Разбирается. Ли, лилилилилили, ле, 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 это первый слог, лекарство, да? Лекарство. Это вот разбор, микрофонемный разбор слова. То есть после твердой согласной идет И, а потом уже самогласная, а после мягкой согласной идет И. Например, велосипедисты это будут ВИ-ВИ-ВЕ, ЛЫ-ЛЫ-ЛО, СИ-СИ-СИ, ПИ-ПИ-ПЕ, ПИ-ПИ-ПЕ, ДИ-ДИ-ДИ, СЫ-ТЫ-Ы, СЫ-ТЫ-ЧИ, ЧИ-ЧИ-ЧИ-И-КЫ. Велосипедисы тычки, велосипедисточки. Одно слово выучить невозможно. Нужна полная фонетическая база. Этой базы, к сожалению, нет. Восточные языки, вы имеете в виду китайский, корейский. По методу можно выучить, освоить и развить знания любого языка. Конечно, я занимался любыми языками. Природная скромность формируется именно тем, что человек боится, думает, что он неправильно разговаривает, он произведет неправильное впечатление. То есть нужно поставить речь. Я говорил очень неуверенно. Все это началось со школы. Я говорил настолько неуверенно, что я решил, перед тем, как выйти на улицу в следующий раз, по 50-100 раз отработать фразы. Я начал выходить и отрабатывать фразы. Значит, я начал сидеть дома и отрабатывать фразы. Дети гуляли, а я отрабатывал фразы. Различные фразы. Сначала у меня получалось неубедительно, а потом я начал очень красиво и убедительно говорить правильные вещи в правильное время. Что не раз спасло мне жизнь и не раз, в кавычках, вывело меня, выкрутило меня из различных нехороших ситуаций. То есть все эти упражнения дают ускорение мышления, ускорение подсознательного мышления. То есть ты подсознательно, у тебя подсознание работает уже не просто на образах, а начинается огромный такой, как у вас заново фактически, круговорот реальных слов. То есть у простого человека или у обезьяны, у простого, совсем простого существа, все идет образами, и он высказывает буквально несколько слов. Моя, моя, плохо понимать. Или обезьяна там мычит, я не знаю, что это показывает. А дальше, чем больше мыслей ты можешь вербализировать и свободно, четко донести до собеседника, тем менее скромным ты являешься. Так вот, во-первых, хорошо переведенных вещей нет. Во-вторых, в мире нет людей, которые могут на нормальном уровне. Это показали, например, недавнее чтение «Мастер Маргариты» по радио. Но не умеют люди читать. Не умеют. Актер читает, один коренкор, просто человек читает. Мусор. Просто мусор. Мусор ничего не дает ни человеку, ни нам. Но нам вбиваем в голову мысль, что любой может прочитать, кухарка может управлять государством. Не может кухарка управлять государством. Не может. Какое-то время может, потом кухарку выгоняют. Над кухаркой смеются. Над кем смеялись? Над Никитой Сергеевичем. Кухарка есть кто? Кухарка. Кухарка не может долго руководить. Когда я говорю, или армянское слово, хас-хатса, да? Типа понятно. Любой способ неправильного произнесения, типа гас-хатса или хас-хатса, произнесение у иностранца вызывает улыбку. Просто вот улыбку солнечного клоуна на лице носителя. Саркастическую или просто вот цирковую такую смешку. Кому-то увидели какой-то акт клоунский. Все произнесенное иностранцем это клоунады. Еще раз говорю, одно слово исправить невозможно. Два тем более. Занятия по пять часов в день ничего не дают. Вранье по поводу освоения тысяч слов, которые невозможно где использовать. Нереально. Студенты за ночь могут выучить язык от ужаса. Выучить сто немецких слов. Тысячу слов. Но после сдачи экзамена студент это забывает. Но у него остается впечатление, что если надо, то он может. Глупее этого ничего не придумать. Для того, чтобы нормально выучить язык, нужно научиться. Читать нужно так. Не так, как будто мы читаем. Так, как будто мы это говорим. То есть, чтобы человек сидел за ширмой и думал, что мы ему это рассказываем, а не читаем. Разбор микро- или фонемный. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Говорили, что на набережной появилось, давя на звук, новое лицо. Для того, чтобы улучшить дикцию, сжимаем зубы. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Это не появилось, а появилось лыс. Это не слышно на обычной скорости. Это не говорили и не говорили. А говорили, говорили, что на набережной появилось новое лицо. Это когда медленно. Чем быстрее проговариваем, говорим, тем меньше остается ударных слогов. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Там с собачкой. С собачкой. С собачкой. Не с собачкой, а с собачкой. Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дама с собачкой. Дама с собачкой. То есть это нужно отрабатывать. И если мы не дадим мозгу, команду, отрабатывать фразу актерским образом, это не сложно, это не постоянная актерская деятельность утра до вечера, которые нас пытаются загнать, преподаватели, которые выучили хотя бы что-то в английском или в русском за счет того, что они больше ничем не занимались, а только учили этот дурацкий английский. Или полиглот. Полиглот с 15 лет сидит типа Петрова и учит все эти языки. Венгерский, не венгерский, финский пошел, вперед поехал. Чем еще занимался Петров? Ничем. Языками чем? Что? Преподавательская деятельность языками. Человек занимается языками. То есть у него возникает свой собственный вид, вид на то, как осваивать языки. Так это у него получается, потому что он только этим и занимается. А как его путь или путь другого человека может пройти обычный человек, у которого полчаса в день или час в день максимально, это максимальное время на то, чтобы заниматься языком. Он занят другими вещами. Эти все вещи, все преподавательские советы ничего не дают, потому что они все рассчитаны на обучение в отрыве от производства, в отрыве от вашей обычной деятельности. Инкорпорировать преподавательскую активность, заучи вот это, походи с карточками, давай, давай, пошел, пошел, но при этом продолжай разговаривать на русском и произноси все слова на английском безобразно. Не работают и работать не могут. Это курсы, Екатерина, придуманы, курсы разработаны, вернее, не для того, чтобы ставить американское или неамериканское произношение, а для того, чтобы научить вас имитировать любую речь. Окей. Стивен Фрай, величайший диктор современности, британский диктор, который научился говорить на международном английском, то есть с элементами американского английского. Это и есть то, что преподается в курсе «Дама с собачкой». Простой человек поет так, «Оглянись, незнакомый, прохожий». Неправильный рот, неправильный. «Мне твой взгляд, неподкупный, знаком, знаком». «Оглянись, незнакомый, прохожий». «Мне твой взгляд, неподкупный, знаком». Или же наш поет человек. «Mortals joined the mighty chorus When the morning stars began When the morning stars began Love divine is reigning Or as placing all the wind is spent» Вот так поймут. Она петь по-человечески. «Mortals joined the mighty chorus When the morning stars began Love divine is reigning or as Finding all within its span» Приместите, наверное. Спасибо. Так вот, вопрос заключается в следующем. Это образец того, как нужно работать. Это не тот русский, к которому вы привыкли. Который вы пытались... То есть это не ваш русский. Это не ваш английский. Английский нормально идет так. Покажу, как считает нормальный человек. Я не знаю, ну на контрасте, что ли. Дмитрий Дмитриевич Гуров Who had by then been a fortnight at Yalta And so was fairly at home there Had begun to take an interest In new arrivals Arrivals, arrivals, arrivals Sitting in Verne's pavilion He saw, walking on the seafront A fair-haired young lady Of medium height Виарин – это лучший случай A fair-haired A white pomerani young dog Was running behind her Еще и «her» можно прочитать. Так, дальше по-человечески читаем. It was sad To be sad To be sad That a new person To be sad Не it was sad said a new А To be sad Сливается тогда So you couldn't To be sad To be sad Na there Тоже сливается To be sad Это Это н-н-н-ню, не мягкая, не отвердая, н-н-н-ню, луква «ю». «Person» — это «peer» under «see» фраз. «To be said that a new person» — речь идет фразами. И расширение словарного запаса и развитие мозга идет фразами, а не за счет зазубливания идиотских слов. Слова никому не нужны. Нас интересуют слова в комбинации. Только в комбинации. Гладко, без швов, красиво прочитаны. «It was said that a new person had appeared on the safe run. A lady, а-ле-и-ди, л-э-и-ди-и, л-э-и-ди, у-ы-в-ы, а-в-ы-ва». Или быстро «у», не дико губами, «ы-ы-ы», «д-д-д», «д» на зубах, «вы-да». «with a little» — это не «little» никакой, это «little», «little». Потом «д» вообще никак не произносится. «Little dog» — «with a little dog». «It was said that a new person had appeared on the safe run. A lady with a little dog». И вот когда вы после прочитания берете запись архиепископа лондонского или Сивена Фрая, или любого лучшего из дикторов, и вы в состоянии начинаете нормально с ним читать, тогда процесс деградации остановлен. И тогда вы знаете, чему учить детей. То есть, пока вы сами не овладеете образцом, вы не сможете его кому-то передать и проконтролировать, чтобы кто-то это делал. Дальше начинается следующее. Это дает полное представление о том, какая корреляция, какое соотношение. «What kind of correlation is there between English and Russian word order?» Русским и английским порядком слов. «Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой». Полностью та же самая картинка. «Полностью та же самая картинка». «It was said that a new person had appeared on the safe run. A lady with a little dog». Дальше идет по фразам. «Русско-английский, англо-русский, русско-английский, англо-русский». Чтобы объяснить мозгу, что процессор-то один. Что научившись проговаривать что угодно. И читать не так, как хочется, а так, как надо что угодно. Уже можно свободно переходить к изучению других языков. В английском не безударный, а любой. Это база английского языка. Это специальный звук. Поймите, все, что я говорю, не может быть свободно использовано всеми преподавателями. И вообще преподавателями. Потому что их учили неправильно. У них есть свои представления о том, как надо обучать. Которые ведут, которые тупиковые. Они ведут никуда. То есть, как они ничего не выучили сами. Их не возьмут. Даже делать копии в парламент. Британский, американский. Вот просто стоять на копировальной машине или на BBC. На BBC даже технички разговаривают на хорошем английском. Даже технички. То есть, в приличном месте нужно разговаривать прилично. А дальше еще интереснее. Что происходит дальше? А дальше идет текст, который реально дает мозгу информацию о том, Так, русский язык и английский вступают в корреляцию между двумя языками. То есть, что есть что. И как это идеально было бы переведено. И как это должно переводиться. То есть, вместо грязи, который у нас грязного перевода, который мы видим везде, неправильного, мы неожиданно видим идеальный, абсолютно идеальный, максимально идеальный перевод. Который мы не просто читаем и ничего не усваиваем своим голосом со всеми ошибками. Который мы читаем чужим голосом, подлаживаясь под разные стили речи. То есть, полностью перевоплощаясь. И это создает привычку. Создает привычку заниматься, переводить все с русского на английский, с английского на русский. Мозг автоматически этим занимается. Ему тогда добавить в эту схему третий язык не представляет никакого труда. То есть, идет очень просто. Чтобы передать значение слова говорили, да, идет. Говорили, говорили, говорили. Говорили, твы седы. Не ид, воз, сед. Мерзкое. А по-человечески. Твы сед. Не ид, а ид. Не остается. Остается твы. Твы с. Твы с на сед дает вы просто. Твы седы. На ше нельзя опускать челюсть. Твы сед. Твы сед. Седы. Твы седы. В обе стороны. Русско-английский и англо-русский. Вот в этом уникальность курса. Все, кто занимается, испытывающих сильное желание совершенства, смогу добавить в чат бесплатной консультации, где люди задают мне вопросы и общаются между собой. В скайпе. Мой скайп. Мой скайп. Мщестер. Спасибо большое. Мы сейчас поразбираем с вами кусочек. Now. Давайте песенку споем. Now. Now. А дальше идет х. Heard. Значит будет не ав, а аф. Аф. Херд читается. Хюрд. Хюрд. Нау Афхерд. Нау Афхерд. Твы седая уаз. Уаза. There's a secret, secret chord. Now I've heard there was a set. Дотягивается в английском. Secret chord. Который король Давид играл. Так, теперь я хочу рассказать вам следующее. Это перевод. I've heard существовала секретная запись ноты. То есть секретные ноты. Now I've heard there was a secret chord. Который Давид. There David. There David. That на David дает there. Это не считается. There David. There David. Эта песня будет в скором времени опубликована в разобранном мной виде. В качестве памяти великого певца. There David. Когда не знаю. Поскольку работ у нас крайне много. There David played. Который он играл. И которая понравилась Господу. And it pleased the... And it pleased the... And it pleased the... And it pleased the... Фонемное проговарование. Микрофонемное фонемное. Lord. Л... О... У... А... Ж... Ты. Твёрдёшье. Lord. That David played. And it pleased the... Pleased... Pleased... На два. Артика. Да-да-да-да-да-да. Дает pleased the... Pleased the Lord. Now I've heard there was a secret chord. That David played. And it pleased the Lord. But you don't... But you don't... But you don't... Или done. But you don't... But she done... Не but you don't... А but she done... Don't really care for music. Но вы же реально... Вам реально до музыки нет никакого видела. Не так ли? Живой перевод мой. But you don't really care for music. Do you? Она звучит вот так. It goes... Не it goes like this. А it goes like this. Like this. This читается г. Like this. Старинный иерогий. It goes... Не it goes... А it goes like this. It goes like this. То есть она звучит вот так. The minor. Я сейчас в основном провожу дистанционные курсы. Следующий курс. Самый... Просто по градации. Когда лично я обучаю. Вы слышите мой живой голос, а я ваш. Это самое эффективное, что только может быть. То есть индивидуальное обучение. Второй вид обучения это по скайпу. К примеру. Но у меня на это особо тоже времени нет. Дама с собачкой. Это на данный момент венец моего творчества. Моего педагогического творчества. It goes like this. То есть это звучит вот так. The fourth. The fourth. Небольшое обновление в тональности опускания. Сильный подъем. The minor fall. The minor fall. Я не подробно сейчас разбираю, потому что это не было мной запланировано. Просто давайте память о коине все-таки споем этот кусочек песни. The minor fall. The major. The major. The major. The major. Ли фи ты. Подъем. Абсолютно обескураженный король, сочинявший халлилуйя. Песню халлилуйя. Ты. 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 Артикль читается слитно с другими словами. Ты. 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 And please the Lord, Lord, but you can't really care from music to you. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor quote, the major lift, the powerful king composing Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Дань памяти верный, не хочется, но этого достаточно. Если у кого-то есть ко мне какие-то вопросы, буду рад ответить. You're welcome. Разбор этой песни, надеюсь, будет опубликован на нашем канале. No one could look as good as you. Никто не смог произвести, производить на окружающих такое впечатление. Примерно так. Перевод. Да, абсолютно верно, Лариса. Какие есть ко мне вопросы? По любым материалам. Моя любимая песня, это Бернс, новогодняя, скоро будем ее петь. Глав разбирается, четыре главы, разбирается настолько подробно, что даже трудно себе представить. Речь не идет о том, что главы чем дальше, тем быстрее или непонятнее. То есть материал идет весь в разобранном виде. Если вы когда-либо учили английские слова, у вас в голове есть какие-то разрозненные фразы, кое-что вы можете перевести с английского на русский, кое-что у вас в голове автоматически идет. Кое-что идет наоборот, кое-что вообще никак не идет. Кое-где есть английские фразы, которые вы точно не знаете, что значит, плохо произносите. Вот эту всю информацию, новый курс, даже как и Евангелие от Иоанна, но он, как видите, специфический, религиозный получился. Хотя там тоже просто речь идет об изучении двух новых видов языка. А-ля светско-церковно-славянского, то есть прочтение Евангелия для мирян, священникам. То есть я скопировал речь архиереи, архиереи в церкви. И как английская, и не английская, и русская тоже. Синодальные начитки, благословленные отцами церкви. А здесь идет светская абсолютная речь. У меня есть еще один материал для детей. Это «Волшебник изумрудного города», но он идет только в английском варианте. Это видеокнига. Новый материал отличается тем, что каждое слово, каждая микрофразочка переведена на идеальный английский. И вы впервые получаете возможность не только узнать, как это реально звучит на английском языке, когда переводится на английский язык, с русского на английский. Нас не интересуют переводы с английского на русский корявые. Они невозможны. Для того, чтобы нормально перевести с английского на русский, нужно просидеть над абзацем очень долго. То есть все переводы будут приблизительны. А нас интересует. В обратную сторону еще сложнее. То есть если кто-то нормально перевел с русского на английский, то это гигант мысли. Это невероятно. Это почти никто делать не умеет. Так вот, когда мы имеем дело с высшим типом перевода, тогда все, что мы знали, расставляется мозгом, формируется в единый процессор. Когда думаете на английском, возникает английская фраза, мозг начинает собирать по крупицам все, что когда-либо слышал, начинает трансформировать это в нормальную речь. То есть, если я вижу какое-то вычурное английское слово, среди слов, которые мне знакомы, мой мозг начинает бесконечно искать перевод. И он не успокоится до тех пор, пока он его не найдет. Если я вижу вычурное русское слово, я пытаюсь автоматически перевести его на сиески, которую я знаю. Именно за счет того, что я почитал вот так, как я сейчас вам показал в курсе «Дама с собачкой». Именно так. Если ребенок, рожденный в Бруклине или в Лос-Анджелесе, русскоязычный ребенок, у которого или английский лучше, или русский хуже, почитает материал, он научится нормально воспринимать оба языка. И мозг тоже начнет переводить, нормально переводить с одного языка на другой. Потому что общение с детьми, рожденными в Америке, в Англии, в Австралии, из русскоязычных семей, представляет собой следующий абсурд. То есть они многие вещи не понимают. И переводить с языка на язык тоже не умеют. Вообще никак. То есть ты им что-то говоришь на русском языке, а они это не слышали или не понимают. Они просто это пропускают. Пропускают. Они делают вид, кивают головой, но они просто тебя не понимают. А если в речи пошли какие-то нюансы непонятные, как говорил еще Рон Хаббард в 60-е годы, в лингвистической сфере у него много хороших открытий и работ, недоработанных, конечно. Что если на уроке учитель произносит хотя бы одно слово, которое ученик не знает, то мозг весь урок стирает, не записывает. Это, конечно, мощное утрирование, но ситуация близка к этой. То есть если вы встречаетесь, если с вами разговаривает человек, и вы не понимаете какие-то связки слов, фразы, то есть вы не понимаете, что, какие процессы и какие вещи они описывают, вы перестаете слушать. То есть мозг работает таким образом. Он должен или все записать, это как если вы скачиваете программу, антивирус, и вдруг половина, и вдруг для нее нет каких-то компонентов. То есть она будет работать с перебоями. Или вообще не будет работать. То есть это должна быть или полноценная запись того, что говорит вам человек в мозг, или абсолютное отсутствие такой записи. То есть ее не будет. Двухдневный постановочный курс записи дает представление о том, как реально звучат слова английского языка. То есть это вводный курс, курс дама с собачкой. То есть подробнее, чем в даме с собачкой, разбирается только чисто на английском языке во всеобъемлющем курсе. Сколько в день нужно работать с курсом от полутора часов. Но можно не каждый день, можно два-три раза в неделю. Но заниматься меньше полутора часов, это просто какой-то абсурд. Никакого нового фундамента, нового поля, нейронного поля. Хорошая такая метафора. Поле именно не создается, то есть некуда сажать новую информацию. Для того, чтобы посадить новую информацию, то есть запоминать слова, действительно их использовать, понимать, расширять словарный запас, обновлять словарный запас, нужно прекратить вариться в собственном соку и, уподобившись великому актеру, хорошему актеру, прочитать на русском или на английском языке процессор один, хоть на немецком, на каком хотите, прочитать абсолютно красиво, с лучшим из актеров, максимально пытаясь имитировать его или ее голос, даже мужчина, можете имитировать женский, женщина могут имитировать мужской, это еще лучше. То есть нужно выйти за пределы своего голоса. При постановке вокала память резко улучшается у себя. Второй вариант, чтобы улучшить память, идите на курсы вокала, в эстрадную студию, начинайте репетировать, что-то петь не своим обычным голосом, вам там не дадут петь своим голосом. Можно, Сергей, можно элементарно ставить, я, к сожалению, не могу разорваться и начитать сразу на всех языках, к сожалению, потому что нужно очень много готовить. Когда я допускаю одну ошибку в удалении, ко мне уже привязывается полстраны, понимаете? Я не могу что-то начитывать с какими-то огрехами. Я говорю, сказал случайно, облегчить вместо облегчить за час, ко мне уже пристало полстраны, вы недостаточно грамотен для того, чтобы преподавать русский. Я уже, получается, как будто гастарбайтер. Понимаете, да? То есть ходят и блок ищут. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что для меня, чтобы что-то насчитать, нужно считать именно на идеальном уровне. Я могу начитать на некоторых языках. Я сейчас, речь сейчас веду о Швейцарии, о швейцарской ситуации с языками, на немецком и на французском. Но для этого мне нужно потренироваться. А для этого мне нужно остановиться и потренироваться. Я не могу это делать спорадически. То есть сегодня полчаса, завтра полчаса. Мне самому нужны полноценные полтора часа в течение месяца, два, три, четыре раза в неделю. Тогда я смогу начитать, вернуть свой уровень, поднять уровень до нормального и начитать на таком уровне, чтобы это было абсолютно идеально. Тогда будет четыре языка. Тоже самый материал, но уже на четыре языка. Например, Бориса Годунова можно начитать. Еще раз. Не важно, что мы читаем. Не важно, что это за слова. Важно, что мы читаем их по-новому, на новом уровне качества. Это абсолютно другой вид языка. Это не русский язык. Это не то чтение, к которому мы все привыкли. Это другого типа чтения. Лучшие актеры – это те, кто начитывает книги для слепых, которые профессионально хорошо зарабатывают, начитывая книги для слепых. Для слепых. Крестоматию Драгонкина я озвучил, потому что есть правильный английский и есть неправильный, который разговаривает многие, большинство людей, которые не учились приличных учебных заведений. Драгонкин обучает людей без постановки речи, то есть на уровне, как я уже говорил. Мы с ним один раз встречались и решили создать такой симбиоз, чтобы люди узнали, как на самом деле произносятся английские слова и могли это воспроизвести. То есть это такой вот одноразовый эксперимент по взаимному согласию. Моя практика говорит, что если человек занимается менее полутора часов, то навык у него не усваивается. Навык не формируется. Неважно, чем он занимается, он должен, не отвлекаясь, заниматься полтора часа. Для ребенка этот сегмент 45 минут. Для совсем маленького там уже нужна игровая форма. Или повтори за мной и повторение разных вещей. В разной манере, весело, там быстро, низким голосом, просто повторение без текста. Как только ребенка можно сфокусировать на тексте, тогда нужно ему показывать слово, читать его по буквам и так далее. Все эти вопросы, любые вопросы, вы сможете задать, как мой ученик, в течение любого периода времени через тот же скайп-чат. У нас также есть, сейчас я попрошу дать ссылочку. У нас также есть группа на Facebook, группа учеников 6-го. Закрытая группа, в которой тоже можно пообщаться. Насколько я помню, возможно, такая же группа, если не ошибаюсь, есть и на ВКонтакте, есть и на сайте ВКонтакте. Если вы получили информацию и хотели бы ее все-таки осознать и довести до сведения мозга, это можно сделать, только проговаривая ее вслух. Проговаривая вслух со значением, то есть имитируя мою речь. Найлучший урок в ВУЗе, в любом месте, это когда у студента идет распечатка того, что проговаривает преподаватель со знанием дела. Это понятно, кому понятно, поставьте, пожалуйста, плюс. Преподаватель объясняет, учит, правильно, то есть профессионально проговаривая различные группы слов, которые описывают процессы. Ученик, повторяя это АБК, то есть фактически ученик в ВУЗе пару-тройку лет или же в течение всего обучения учится, хотя бы приблизительно говорить, произносить фразы, как профессор. А не проще ли сначала научиться произносить любые фразы, трансформировать корябые чужие фразы в правильные, переводя, научившись сначала поставив себе технику речи. Почему не поставив технику речи, школа и ВУЗ не пускают людей в свет? Почему? Это нелогично, ненормально, но это происходит во всех странах мира. Даже в Северной Корее в приказном порядке умудряются многим детям не поставить речи. То есть, чтобы снять документальный фильм, там, по идее, всех учат эмоциональному чтению и разговору. И все равно, многих деток нельзя снимать в фильмах, потому что детки плохо разговаривают, неубедительно. Не научили. То есть, даже тоталитарный режим не в состоянии научить. В состоянии научить микрофонемное чтение. Скажите, пожалуйста, какие есть еще вопросы? Я сейчас достаточно редко выступаю. Шансы, что пропустите следующий вебинар, большие. Вебинары, записи вебинаров будут платные скоро. Имейте в виду. Номинальная оплата, но платная. Семеновичева жадно слушала мое выступление. Сейчас я вам дам ссылку на это выступление, если под рукой найду его. Вот здесь присутствовала Семеновичева. Это конференция полиглобов. Если Семеновичева, я не слышал, что она преподает. Если Семеновичеву удалось что-то адсорбировать и как-то включить свой педагогический опыт, практику педагогическую, то это просто здорово. Но факт остается фактом. Преподаватели не могут использовать элементы метода шестого, потому что метод шестого абсолютно не похож на то, как они преподают. Поэтому вклинивать метод шестого в традиционный метод обучения просто бессмыслится. Поэтому я столько лет преподаю правильный английский, и никто это скопировать не может. То есть, например, Русакова, Метланд, бывший сайт, Марина Русакова, моя ученица, она называет себя моей ученицей, руководитель довольно большой онлайн-школы. Все, что она сделала, это внедрила звук «ы» в учебный процесс, насколько я понимаю. Потом, кое-кто начинает мое жужжание, установку «рэйч» или жужжание внедрять. Поверьте, никто об этом никогда не задумывался. И комплексно это можно только адсорбировать, если пройти курс под моим руководством. Поэтому это просто нереально. Нереально научиться преподавать без моего согласия. А раз так, значит, никакой постановки речи нигде нет, отвечая на ваш вопрос. Для того, чтобы, простите, тут Роман задавал вопрос. Для того, чтобы поменять голос, просто берем и включаем различные, поменять характеристики, включаем различные виды голоса и пытаемся его изобразить. Сначала получается очень плохо, потом получается лучше, 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 лучше. Имитация голоса идет через, постановка имитации идет через полоскание. Полоскание горла под песню. Оно ставит имитацию. Вот мы берем песню, песню того же Кокоина и поем. Поем горлом, посмотрите, как бы полоская горло. Это настраивает, органы речи настраивает на любой лад. Таким же образом, волк очень быстро смог бы без всякого кузнеца научиться говорить голосом мамы-козы. Так вот, чтобы все заработало, нужно сделать так. набираем и поем тоже халлелуя. Мелодию. Ясная ситуация, да? Спасибо. Мое оригинальное упражнение. Оно ставит навыки подражания. Оно делает голос мгновенно звонким. Оно дает возможность заниматься полтора часа в день. Здесь не больше. Свободно. Если сорвали горло, чуть-чуть село, чуть-чуть село, вспыкание началось. Начинаете вот так полоскать, что ему петь, и все очень быстро приходит в порядок. Да, приводится в порядок. Дальше. Маленький принц. Это You're welcome. Маленький принц первое. Начитывается многими способами. То есть, люди думают, что чтение, они принимают процесс чтения на русском языке, к примеру, или на английском, как данное, что мы научились читать, и мы читаем. Это неправда. То есть, то чтение, за которое преподаватели в школе и вузе, за которое преподаватели называли чтением слух в школе и вузе, абсолютно всем двойка, потому что нужно читать различными способами. То есть, читать как по-церковно-славянски. В конце 19 века русский язык был доработан украинскими архиепископами. Члены Синода были все родом с Украины. Поэтому в нем присутствует такое количество полновесных гласных, окончаний и тому подобное. Даже письменный. Господу помолимся. Видели, да? До этого был другой вариант языка с другими окончаниями, но то, что мы сейчас видим, это вот церковно-славянский вариант. То есть, мы должны уметь свободно любое слово произносить как написано. Это и есть первая часть прочтения маленького письма. Первое прочтение это церковно-славянский, то есть, все считается как написано. Погоди, погоди, подружка, подружка. Почти без озвончения, без оглушения дополнительного. То есть, как написано. Второе прочтение. Старомосковское, новомосковское и театральное. Три вида прочтения в смешанном виде. Они все три работают замечательно. Если вы научились проговаривать, четко разделять, что такое церковно-славянская речь, и вставлять слова, похожие на церковно-славянский, произносимые в манере, в светскую речь, тогда вообще все хорошо. Потому что это имеет право делать только священники, которые путают два вида языка. Поэтому по моим курсам занимаются священники даже с благословения патриарха Кирилла, личного благословения. Братья на Афоне, мои ученики, монастыряк на Афоне и так далее. Настоятели каких-то храмов. То есть изучает светскую речь. Я могу церковно-славянскую поставить с таким же успехом, но просто нет у меня заказчика, я бы так сказал. Если понадобится, могу поставить. То есть сделать курс постановки, чтобы дети могли свободно читать и так, и так, и так, и так. Дальше будет светская речь, театральная, старомосковская, новомосковская, аристократическая. Третий вид прочтения на маленького принца это уже идет на скомканную обычную разговорную речь. Речь не самых низших слоев населения, безграмотных, а именно все-таки речь продвинутых образованных людей. Именно той интеллигенции, которую пытался сформировать из детей рабочих и крестьян Сталин на замену старой интеллигенции, которая, по его мнению, прогнила и переучить ее невозможно. То есть все усилия были брошены на то, чтобы с помощью старых учебников научить молодежь пролетарскую. И довольно успешно. Довольно успешно. То есть создалось какое-то количество, сформировалось какое-то количество людей, разговаривающих на хорошем русском. Гу-вэй читается гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы. Гу-вэй считается. Гу-вэй. Гу-вэй. Ну да, возможно перевозбуждение. Но это опять же это все домыслы. Никто ничего не знает. Если больше нет ко мне вопросов готовьте вопросы к следующему разу напоминаю есть возможность приобрести курс дама с собачкой the lady with a dog with a dog не with the dog а with the dog то есть научиться сделать свой мозг билингвальным буквально билингвальным it's like now i can easily switch from one language into another no problem whatsoever whatsoever ни в коем ради но никаких проблем i have no problems whatsoever причем в результате этого хорошей постановки техники речи дикция сохраняется то есть мозг успевает подготовиться к произнесению brain is easily get prepared for the actual word and phrase artery высказывание слов и фраз мозгу достаточно легко подготовиться получается очень скоро все у нас будет уже рассчитываться по моему обычному атлантическому времени то есть я буду постоянно почти постоянно находиться в америке за редчайшим исключением марте планируется мой очный курс на 40 50 человек в киеве уже записалось около 20 человек и в январе курс майами группа уже набрано фактически 10 человек уже ну ориентировочно 15 15 человек вполне хорошая группа спасибо вам огромное на этом позвольте откланяться я был очень рад очень рад общению с вами спасибо за то что вы поднимаете меня а я сделаю все чтобы как говорят народе поднять вас и ваших близких всего доброго